Сегодня я хотел рассказать про визуализацию конвуляционных нейронных сетей. Все мы знаем, все мы любим конвуляционные нейронные сети. С тех пор, как 5 лет назад их популяризировали, это был прорыв на ImageNet, AlexNet. Сейчас любой компьютер VisionTask сложно себе представить без, какой-то сложный VisionTask без конвуляционных. У них классные свойства transfer learning, то есть мы можем обучиться на ImageNet, сеть повыделяла фичи, потом мы фантюним на нашем домене, и все неплохо работает. Поэтому индустрия очень любит их, везде сейчас используется. Индустрия и даже киноиндустрия, кто смотрел Silicon Valley, видели это в серию, где детектор хот-догов, их не-хаус программист напилил за неделю. Тоже transfer learning с ImageNet. Но есть одна проблемка. Значит, они очень сложны внутри, это миллионы параметров, и непонятно, как объяснить. Вот, например, на этой картинке какому классу принадлежит картинка по мнению сети, которая натренивалась на ImageNet? Какие еще гипотезы? Person, nature, машина. Ну, nature там не было такого класса, но машина была. Еще? Как? Монета. Ну, пока, короче, это seatbelt, ремень безопасности. Как бы второй класс, можете тоже угадать. Второй класс это car window. То есть, как бы, ну, вы понимаете, то есть, как бы можно понять, конечно, почему. Тут есть кусочек, кусочек этого ремня, но почему он победил, сложно сказать, короче. Вот. И более того, бывают совсем неприятные ситуации. Например, вот две картинки, да. Вот, сетка думает, что это Beagle с вероятностью 97%, а это, наверное, 2%. Ну, это, как бы, примерно, так называемый adversarial examples, когда мы чуть-чуть, чуть-чуть меняем картинку, так, что человеку незаметно, а, как бы, классификация очень портится. Вот. Ну, как бы, что можно с этим всем делать? Есть два подхода к визуализации. Whitebox и Blackbox. Ну, что такое Whitebox? Whitebox, ну, прозрачный ящик, это, как бы, мы знаем, что внутри модели, и мы можем, как бы, смотреть на ее внутренности, мы там знаем все параметры, мы знаем архитектуру. А Blackbox, это просто модель, как черный ящик, то есть, на вход поступают картинки, на выход вероятности классов, и мы что-то делаем с этим, ну, не вдаваясь в подробности, как бы, что же там она делает. То есть, ясно, что у каждого метода есть свои преимущества и недостатки. То есть, первый, он, как бы, использует, это знание модели, а второй, он более общий, и его можно обобщить вообще на модели, как бы, не конвуляционок, там, что угодно. Вот. Ну, как бы, я начну с небольшого такого исторического обзора, с таких самых древних подходов. Ну, первое, да, вот, про Whitebox и прочь. То есть, мы предполагаем, что мы знаем внутренности системы. В случае конвуляционок, ну, самое интересное, это конвуляционные слои. Тут, нужно сказать пару слов про то, как устроены конвуляционные сети. Можно так, давайте так. Кто знаком с тем, как устроены конвуляционные сети? Поднимите руку, пожалуйста. Окей. А кто не знаком? Поднимите руку, пожалуйста. Окей. Ну, я сделаю небольшой обзор. Смотрите, у нас есть входное изображение и потом много чередующихся слоев конволюции и пулинга. И в конце какой-то там слой персептрона. Что такое конволюция? Конволюция – это мы как бы свертываем какой-то канал с каким-то ядром и получаем преобразованный канал. Это обычно свертка с ядром, которая известна в классическом компьютер-вижене. Единственная особенность в том, что коэффициенты в ядре – это параметры модели, которые обучаются. Таким образом, модель обучается каким-то весам в этих фильтрах, которые как-то полезны для распознавания. Ну, и… Э-э-э. И вторая операция – это пуллинг, это просто даунсэмплинг. То есть у нас картинка 100 на 100, да? И мы хотим как бы ее уменьшить в два раза по степ, в два раза по ширине и усреднить… Не усреднить, а как-то передать информацию о фичах более широко. То есть самый популярный – это max-пуллинг. Мы берем там четыре средних пикселя условно, берем средних максимум по какому-то каналу и говорим, что это результат такой вот, такой сабсэмплинг через максимум. Благодаря этому, неважно, где фича находилась, то есть чуть-чуть слева или чуть-чуть справа, на более высоких уровнях она будет попадать в тот же как бы, ну, в тот же мегапиксель, ну, как бы крупный пиксель. И таким образом, в самом конце у нас получится один на один картинка и очень глубоко, ну, там, по количеству вот этих фильтров или слоев. Это как бы и преимущество, недостаток современных кондиционных архитектур. То есть, с одной стороны, она позволяет им хорошо работать, то есть, независимо от того, где на картинке какая-то фича возникла, ее сигнал как бы дойдет до конца. С другой стороны, это приводит к тому, что, например, если вы возьмете две фичи, которые обычно находятся рядом друг с другом, положите их далеко, то, как бы, для сетки это такой же input в итоге. Сколько они, как бы, через максимум запропагатятся до конца. Это то, на что, как бы, вот сейчас модно, там, вот Хинтон говорит, вот, капсул.нет, это то, с чем борется там капснет, и это тот недостаток кондиционных, который, как бы, ну, им присущ. Окей. Значит, ну, первое, что люди делали, это визуализировали обученные ядра на первом-втором слое. Получается, такая известная картинка, она из какой-то работы, я не помню, с какой, но очень известна. Это, например, просто фильтры на первом слое ядра. Ну, мы видим тут такие паттерны, такие волнистые, которые очень нам напоминают какие-то вейвлеты или какие-то обычные фичи, которые были в классическом компьютер-вижене. Ну, для примера, вот, например, до эпохи тип-лёрнинга обычные ручные фичи, которые использовались, это всякие детекторы edge, линий, под углами, там всякий сосок, всякие вот эти вот двухмерные, фильтр-хар и так далее. Вот. Ну, и мы видим, что, как бы, модель обучается примерно таким же, в том же духе фильтром. Но понятно, что, когда мы пойдем дальше, то чем дальше, тем меньше информации мы в этом увидим. Поскольку уже если здесь входной сигнал это RGB, ну, три цвета, то на втором слое входной сигнал это уже, как бы, фильтры первого уровня, и чем дальше, тем менее понятно это все. Окей, что можно делать еще? Ну, давайте будем, можно делать такое, например, взять какой-то нейрон на какой-то среднем слое и просто искать картинки из датасета, на которых он активируется максимально или минимально. Это что-то нам скажет об этом нейроне. Ну, например, вот, например, слева нейрон, что детектит левый нейрон? По-вашему? Нос, глаза. Ну, да, то есть тут можно поспорить. С одной стороны, это морды собак, но иногда и не собак. В заключение, это морды, я бы сказал. Но, как бы, это сложно охарактеризовать, но примерно похоже. Справа, что мы видим? Что-то пушистое, потому что вот этот вот кондитерское изделие тоже, как бы, попадает. Ну, то есть, на самом деле нейроны не могут выполнять несколько функций, здесь нет такого, как бы, человека понятного класса, не обязательно, который их объясняет. Но иногда вы можете получить полный микс, как бы. Что можно делать еще с этим делом? Можно, например, сделать такое. Давайте искать такой input, входную картинку, которая максимизирует или минимизирует выход на нейроны. Как это сделать? Ну, просто, поскольку наша модель, как бы, дифференцируема, мы просто берем ее оптимизацию, там, с тахарстическим радиоатным спуском ищем. Получаются какие-то такие прикольные картинки. Это те же нейроны, что на первом слайде. Мы видим вот нейрон, видно, что вот это его примерно receptive field, то есть это те пиксели, сигнал от которых доходит до нейрона. То есть с этого угла сигнал как бы не доходит, поэтому они как бы все серые. Но видно, что это что-то как бы похоже на морду собакообразного чего-то. Справа мы видим вот этот клубок чего-то пушистого тоже. Это как бы соответствует тем картинкам. Ну, как бы мы не обязательно должны максимизировать аутпут нейрона. Если мы будем максимизировать аутпут нейрона, мы видим вот такие локализованные картинки, которые соответствуют receptive field этого нейрона. Если мы можем весь канал максимизировать аутпут нейрона, тогда будет получаться такая красота, которая говорит о том, что этот паттерн как бы он везде. Ну, в случае еще мы можем сделать весь слой. Это то, что Google с Deep Dream делал. Получились какие-то такие странные тоже картинки. Потом мы можем пойти дальше, можем взять один класс, который нас интересует и максимизировать вход софтмакса этого класса. То есть это стимулирует как бы те фичи, которые увеличивают вероятность этого класса и ничего не говорит о других классах конкурентах. Поэтому тут мы видим всю картинку, напиханную каким-то странным. Ну, это уши какие-то собаки. Я не очень понимаю, что это. Но или мы можем взять прям выход софтмакса. Выход софтмакса – это чуть другое, чем вход софтмакса. Потому что здесь мы не только пытаемся увеличить вероятность нашего класса, но еще и задампить, понизить вероятности конкурентов. Ну, как бы такие методы понятны. Они говорят нам о том, что происходит в обученной сети, но они все же имеют больше какую-то художественную ценность. Потому что на практике у вас надо будет случай, когда просто мисклассификация на каком-то инпуте. И почему? То есть это более-таки общая характеристика того, что происходит в сети, но она совершенно не отвечает на вопрос… Ну, то есть здесь все как бы на интуитивном уровне, там, человекопонятном. То есть вы смотрите глазами, вы так можете понять, примерно ваша новая архитектура там работает или нет. Но если вы практически это используете, то вас обычно эти вопросы не интересуют. Вас интересует там, почему на какой-то картинке у вас мисклассификация. Вот. А, да, тут еще хороший слайд на ту же тему. Это видно, как на более ранних слоях мы видим более-таки базовые паттерны. Ну, это границы, потом такие текстуры появляются, потом паттерны, потом уже какие-то части чего-то, цветочки, например, и потом уже какие-то объекты. Ну, это какие-то башни пизанские, я тут вижу, что-то такое. В общем, ой, куча собак натыканных. Вот. Ну, то есть это очень красиво, как бы это… Вот есть блокпост неплохой вот этот. И он очень классно читается, как бы очень популярен, но он все же более художественный, чем практически. Вот. Второе, что можно делать, это подход к модели как к черному ящику. То есть мы ничего не знаем о модели. То есть у нас все, что есть, это вот есть x0, это наше входное изображение. Есть f, это какая-то модель. f, c – это вероятность класса c согласно модели. И все. И мы ничего не знаем, то, что внутри f. И мы, опираясь на эти данные, хотим как-то объяснить то, что происходит. Исторически было много методов. Это occlusions, то есть маскирование, заслонение. То есть мы можем пытаться делать такое. Давайте часть картинки портить и смотреть, если это ухудшает классификацию или вероятность класса, то значит что-то важное находится в этом месте. Ну, это простая идея. Потом градиенты. Градиенты или вариации на тему градиентов – это, скажем так, давайте посмотрим на вероятность класса и возьмем производную по отношению к входной картинке. И мы тогда увидим, какие пиксели на входной картинке больше влияют на вероятность класса, кем меньше. И это нам скажет, куда модель смотрит. Это идея взять градиент типа dfc по dx0. И потом придумали много других методов, о которых я не буду сильно рассказывать в этот раз, но они тоже есть. Хочу только сказать, что из вот этого всего самый свежий – это град кем, который в 2017-м там на конференции был. Эти все методы довольно-таки старые, их можно нагуглить. Так, этот слайд я пропущу. Значит, ну, первая идея – это окклуженс. То есть, старая идея, 2013 год. Давайте двигать маску по картинке, смотреть, как сильно падает вероятность класса. Вот. То есть, у нас есть картинка, у нас есть такая серая маска. Мы ее передвигаем, и в каждом месте мы смотрим, насколько наша вероятность класса ухудшилась. Ну, true label, мы смотрим на true label, по-моему, ранее в данном случае. Мы видим, что когда маска надвигается на район морды, то вероятность падает. Можно сказать, что да, модель, наверное, смотрит в основном на морду. То же самое, вот, например, для колеса. Видно, что портится вероятность, когда мы в районе колеса. И для афганской гончей где-то плюс-минус здесь. Но здесь, как бы, видно, что… Ну, как бы да. Как бы да. То есть, видно, что да, голова женщины тоже влияет. Причем, сложно сказать. Вот. Как бы, в чем недостаток? Недостаток этой… Ну, идея в том, что, во-первых, нам нужно много раз двигать маску, много раз делать forward path. То есть, представьте, сколько положений этой маски. То есть, видно, здесь, видите, такая гранулярность крупная для того, чтобы хотя бы за какое-то разумное время считать эти маски. Кроме того, почему маска квадратная? Почему она серая? Ну, то есть, это просто упрощающее предположение, чтобы оно как-то было более-менее практическим. Вот. Ну, это как бы такой простой метод, такой просто там… такой простой хак, который, ну, тоже, тем не менее, работает. Вот. Вторая идея – это градиенты. То есть, давайте найдем производную вероятности класса по отношению к входной картинке. И тогда мы надеемся, что там, где она высока, то те пиксели, соответственно, больше влияют. Если их менять, то эта вероятность быстрее упадет. Ну, то есть, это… как бы в чем… как бы хорошая эта идея, тем, что она суперпроста. То есть, если вы там на торче программируете, то это… на пай торче, то это выглядит как-то так. Мы берем… делаем forward path, берем нашу там вероятность, берем ту категорию, которая в данном случае максимальна, ну, оригинальная категория, ну, короче, та, которая классифицировалась, должна классифицироваться картинка с властной модели. Мы берем backward path и в градиенте картинки у нас будет как бы градиент. Ну, нам нужно просто image, чтобы это был variable, который требует градиент. Мы делаем backward path и получаем градиенты. Получаем какие-то такие маски. То есть, в данном случае я выбрал картинку с двумя классами. Здесь есть котик и песик. Ну, и мы можем как бы, управляя вот этой вот категорией, то есть, передавая категорию котик, мы видим, что градиенты высокие вот здесь, ну, больше здесь. В случае песика скорее справа, чем слева. В чем проблема? Ну, во-первых, мы видим, что сигнал очень зернистый, очень шумный. Непонятно, почему эта штука реагирует на паттерн наверху картинки. И, ну, в общем, сложно сказать, что это является хорошей визуализацией того, куда смотрит модель. Хотя, конечно, некоторое отношение оно имеет. Но надо что-то с этим делать. Ну, после этого люди развивали эту идею и придумали, вот, например, deconvnet, deconvolutionnet и guided backprop – это вариации на тему градиента, только такие эвристические. Давайте градиент, например, пропускать не просто так, а только положительный градиент. Или, ну, короче, вариации на тему. То есть вы берете ваш backpropagation и просто как бы антинаучным образом берете производную RELU и вместо того, чтобы делать ее нормальную производную, вы делаете какую-то особенную производную, которая учитывает там сигнал на следующем, слой на предыдущем, как-то намешали, получаются какие-то картинки. Вот. Методы дают более красивые картинки, но не сильно отличающиеся от таких. Просто чуть-чуть более локализированные. Я их тут не привожу, привожу в конце на одном слайде. Ну и, наконец, я хотел рассказать про одну работу, которая тоже была в этом году на конференции. И она отличается тем, что она очень простая, идеологически, и дает очень неплохие результаты. Interpretable explanations of black boxes by meaningful perturbations. Значит, в чем идея? То есть соединить вот эти две идеи с маскированием картинок и с тем, что наша модель все-таки black box, но дифференцируемая. Давайте как-то пользоваться этим. Значит, что предлагают ребята? Они предлагают обучаться маске, которая будет портить вероятность класса и при этом будет не слишком большая. Что такое M? M – это наша маска. Ну, можете представить, там единичка, если мы берем картинку, ну, берем оригинальную картинку, нолик, если мы ее, типа, портим в этом месте. Вот этот вот член 1-M, он, соответственно, будет маленький, когда вся маска состоит из единичек, мы берем оригинальную картинку. Если мы хотим где-то замаскировать нулями, то мы будем платить штраф пропорционально с коэффициентом лямбда за это. То есть поэтому эта слагаемость стимулирует маску быть не слишком большой, то есть не закрасить всю картинку. Ну, а эта – это просто вероятность нашего класса, а φ – это функция, которая как-то комбинирует маску и исходную картинку как-то ее заблуривает или что-то такое. Как сделать вот это φ? Предполагается очень простая модель. Мы берем исходную картинку, мы умножим на M и берем какую-то заблуренную картинку, мы умножим на 1-M. Супер просто. То есть выглядит это как-то так. Вот наша исходная картинка была. Вот эта же картинка заблуренная. Вот, допустим, мы на каком-то шаге имеем какую-то маску. Применив маску к этому делу, мы получим какую-то картинку по центру. То есть блур применился в тех местах, где беленькая. Видно, да? Вот. Несмотря на такую простоту, эта штука работает. Да. Но если ее просто так сделать, то она будет обучаться не очень хорошим маскам. Например, вот в случае с Espresso появляются артефакты. То есть этот, ну, если вы видели Adversarial Examples, то вы можете заметить, что в Adversarial Examples там примерно такие же пертурбации происходят. То есть там какие-то артефакты такого плана. Вот в случае майского, как это называется по-русски, там, Maple. Знаете? Ну, вообще есть такая штука, там, типа, на купала ставят, там, что-то, ну, короче, в западных странах. В общем, почему-то маска обучилась вот такая. То есть куча там какого-то шума на небе, да? То есть в чем проблема? В том, что эти маски, они как бы, ну, совершенно не гладкие. И, ну, человеку сложно сказать, что это прям вот объясняет. То есть достаточно было бы просто сам столб заблурить и все. Но, видимо, модель решила, что ей легче как бы по чуть-чуть заблурить небо, ну, чем как бы сильно заблурить столб. И в сумме это вышло вот так. Поэтому нужно что-то добавить. Ну, что предлагает добавить? Ну, естественным образом предлагается добавить, как бы, штрафовать за негладкость этой маски. Ну, здесь они берут Total Variation Norm. Это просто, скажем так, по-простому вы берете там картинку, берете там каждый пиксель, сравниваете с соседом сверху, соседом слева, берете сумму этих разностей, там в степени бета, что-то такое. То есть у вас первый член, который штрафует за большие маски, второй член, который штрафует за негладкие маски. Ну, и третий член это наша вероятность класса, которая должна упасть. Но здесь есть дополнительная штука, здесь есть expectation put out. В чем проблема? Если мы просто будем на одной и той же картинке применять маску, то даже с учетом этих регуляризаций она обучится каким-то adversarial маскам, как бы не слишком человекопонятным. Поэтому мы тут делаем небольшие преобразования с картинкой, типа там рандомные сдвиги, какой-то шум добавляем. Ну, в данном случае тут рандомные сдвиги. Таким образом, это наступает как регуляризатор и делает обученные маски такими более общими и более человекопонятными. Вот. Не знаю, этот слайд, наверное, потом. Ну, в общем, получаются такие результаты. То есть та же картинка с котом и собачкой. Мы видим на классе кота, куда смотрит модель. Мы видим на классе собаки, куда смотрит модель. И это гораздо более понятно. И более того, это результат оптимизации вот этого лосса, который можно объяснить. Реализовывается это тоже довольно просто. То есть фактически вот первая идея, это как получить input. Линейная комбинация имиджа и заблужденного имиджа. Добавили какой-то регуляционный шум и наш лосс это там L1 лосс, Total Variation Loss и категорикал лосс. Типа. Backward Step. И так там делаем, не знаю, там 300-500 шагов и у вас на выходе получатся такие вот картинки. То есть метод очень просто использования и дает такие результаты. Ну, вот это примеры статьи или по мотивам статьи. То есть, например, для класса флейта четко мы видим, что модель обучается. Ну, как бы, видишь, смотрит на флейту, но также она смотрит на глаза. Почему? Ну, можно только догадываться, почему, но моя гипотеза, потому что часто певцы, точнее, не певцы, извините, музыканты, у них глаза всегда будут параллельны флейте. Ну, типично. В типичных картинках. И эта фича была, модель переобучилась на них. Потому что было мало картинок флейты без человека. Вот. Это слайд из исходной статьи. Здесь авторы сравнивают свой метод, маск, и другие методы, на разных картинках, какие маски они дают. То есть мы видим, что градиенты и гайдет градиенты, они все-таки зернистые. Контраст эксцитейшн что-то более четкое. Четко град, кем больше похож, но сильно размытый. И окклужен тоже какой-то понятный. В общем, из того, что, ну, как мне кажется, то метод довольно неплохо локализует. То есть он как бы и человека понятен, с одной стороны, с другой стороны, он имеет под свою какую-то математическую основу. То есть в нем нет каких-то там хаков из разряда давайте подхачим backprop, давайте сделаем такой ненастоящий, настоящую производную URL и так далее. Да. Ну, вот еще одна картинка, да. Это то, чем я говорил в начале. Вот это, например, класс собаки и маска саленс модели на ней. То есть мы видим, что вот этот глаз модель берет от кота. Почему? Потому что этот глаз от кота больше похож на глаза собак, чем эти глаза. Но модель абсолютно это не смущает, поскольку у нас есть Max Pooling, и поэтому хоть если бы этот глаз был нарисован здесь, извините, то все обработало абсолютно так же. Ну, я не проводил этот эксперимент в фотошопе, но можно провести. И это как бы то, из-за чего сейчас Хинтон игнобит конволюционки и продвигает свои капсулы. Потому что такие ситуации не то, что неустранимы, то есть они устранимы, но это как бы такая массовая проблема дешних архитектур. Да. Ну, собственно, все. Вопросы? Спасибо большое за доклад. Я немножко пропустил начало, может, там был ответ на это. Но зачем нам вообще смотреть, на что смотрит нейронная сеть? Ну, по сути, мы же знаем, что мы тренируем просто фичи экстрактор. Мы понимаем, как мы это делаем. Прошли свертками, свертками сделали, макс пулинг. По сути, натренировали кучу фильтров, которые там на своем уровне что-то делают. И мы, в принципе, понимаем, как это работает. Это просто, ну, собственно, любопытство, или к этому есть какое-то там практическое применение какое-то? Спасибо. Очень хороший вопрос. На самом деле, это, конечно, имеет практическое значение. Довольно жизненная ситуация. У вас есть, вам нужно писать object-detектор, и у вас там есть какие-то объекты на фоне, да? И вот вы получили какую-то неплохую точность, там, не знаю, какой-то минок, ужасе, там, 90%, но в 10% оно не работает. И вы никак не можете улучшить. И вы начинаете смотреть, и вдруг оказывается, что модель, она как бы смотрит не на объект, а на бэкграунд. Потому что у вас так вышло, что все там какие-то позитивные классы на одном бэкграунде, а негативные на другом. И модель, если бы обучаться нормальным фичам, обучилась бэкграундам, это и дает эти 0.9, и все. И как бы вы это никогда не поймете, кроме как вот таким методом. И тогда вы поймете, а, нам нужно там сделать нормальный датасет или проблема в датасете. Понимаете? Сейчас запотаню. Мне интересно. Вот конволюционные сети используются не только для того, чтобы классифицировать картинки, а еще используются для того, чтобы локализировать объекты на картинках. Вот эти маски, вы встречали работы, чтобы они использовались для локализации объекта? То есть там же, получается, мы для класса можем видеть примерную область, где объект находится. Да, спасибо. Тоже очень хороший вопрос. На самом деле, это естественное развитие этой темы. То есть очень много есть работ на тему саленс, через, ну вот такие подходы. Особенно, если вам интересно, то вот в статье, в статье GradCam, они помимо самого метода еще используют все его применения в разных других задачах. То есть там они, в частности, и для object detection, по-моему, используют. Но на самом деле, это как бы, ну естественное применение. То есть да, это используется. Ну смотрите, здесь нужно 300 где-то, ну на ImageNet нужно где-то 300 итераций оптимизации. Ну зависит от вашей сети. Быстрая сеть будет быстро, медленно-медленно. Много бы 300, где-то по 300, там 200, 300, 500. Ну у меня там, ну 300 уже нормально. То есть тут скажем так, это лучше, чем предыдущие результаты, где, например, с этим сдвигом картинки, ну там вас либо очень грубая точность, причем вообще не то, но все равно очень много как бы forward pass. Либо, ну там были работы, где там несколько, там десятков тысяч, как бы итерации оптимизации. Ну да, но это типа, ну да, да, но типа, как бы, просто с ответом, там другая проблема, этот квадратик, он пофиксирован, даже размер квадратика надо как-то перебирать еще, ну, то есть, вот. Да, да, да. Ну это специфический, как бы, ну мне кажется, как бы идея квадратиков, ну, как бы, скажем так, это идея, мне кажется, мажорирует идея с квадратиками, поэтому можно как бы забыть пока что про квадратики и просто этим пользоваться. У нас запитание с мережи, питают, для остальной маски градиент рахуется по каждому пикселю маски, то есть, для картинки m помножить на n, будет m на n складовых у градиенте? Еще раз, питание. Для остальной маски градиент рахуется по каждому пикселю маски, то есть, для картинки m помножить на n, будет m на n складовых у градиенте? Ага, значит, да, тут это тоже хорошее питание, то, в принципе, так может быть, но конкретно в работе для регуляризации был использован маска меньшего размера и потом ее абсампли. То есть, сама маска тут 28 на 28, и мы ее абсамплим до размера там 224 на 224 и дальше используем. Тому тут, звісно, менше параметрів. Це, якби, призводить до того, що ці маски більш таки плавненькі, ну, і швидше навчаються. Чи потрібно для кожної складової градієнту робити forward step тренованої мережі? Це не зовсім, по-моему, коректне питання, або я не зрозумів його. Ну, я можу його повторити. Чи для кожної складової градієнту потрібно робити forward step тренованої мережі? Ні, ну, дивіться, тут ми вирішуємо оптимізаційно. Добре, я ще раз скажу. Ми вирішуємо оптимізаційну задачу. Менізувати такий от лос по масці. Тобто всі наші параметри – це маски. Для того, щоб обчислити принаймні цю функцію, нам треба пропустити якусь картинку через мережу. Але саму функцію ми оптимізуємо, немає ніякого відношення до, як би, там, ваги в мережі чи щось такого. Це просто функція приблизно тисячі параметрів. І ми її просто градіятним спуском оптимізуємо. Тому, ну, наші похідні, вони, як би, ну, це тільки похідні в масці, і все. Все. Окей, дякую. Такий вопрос. Ну, я так понимаю, ну, это же может использоваться не только для сверток, а для всего, в принципе, правильно? Ну, то есть для любой сети. Ну, что вы имеєте в виду под любой? Ну, в смысле форма, какой-нибудь dance, где только dance слої, условно. А, ну, в смысле артитура не важна здесь для такого подхода. Ну, для такого подхода вам важно, чтобы вы могли input как-то разумно маскировать. То есть для dance сети, если у вас есть dance сеть, которая принимает картинки, то да, вы можете, конечно, вы можете. Но гораздо сложнее представить какую-нибудь sequence-to-sequence модель, которая принимает там word-to-vec, кодированное предложение, и на выходе такое. Как вы сделаете вот этот noise или маскирование? Это был мой второй вопрос. Ну, а вот и нет. Ну, да, но понятие, будет ли это как бы, то есть понятие, грамматика чуть сложнее, чем просто случайный шум там. Ну, то есть эту штуку, короче, я сам, я не знаю. Я знаю, на что можно это обобщить. Вот это можно легко обобщить на видео, да? Добавить ну, x, y и t в качестве этого. И будут такие трубочки, как бы, такие, ну, блуренные трубочки во времени и пространстве. Как это обобщить на предложение? Ну, надо пробовать. Но мне кажется, то есть это гораздо более приятно для картинок и видео, чем для всего остального. Ну, в общем, я так, не, ну, я был бы просто сначала сверткой здесь не особенно играть роль, то просто свертка была предложена, ну, в начале, это просто так было сказано, потому что здесь, я так понимаю, это же, ну, не зависит от свертки, не свертка. Не, 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 это работает для любого черного ящика. Ну, это просто для черного ящика. Да, да, да. Просто потому что, ну, сверточная сеть сейчас как бы это как стату за арт, поэтому… Ну, ясненько. Да, да. Нужна дифференцированность? В общем, в принципе, да. Я так думаю, то, что для текста может то же самое зафигачить, в принципе, условно. Ну, тут есть какой-то здоровый скепсис у меня, то есть, ну, я не пробовал, поэтому ничем не сказать. Ладненько. Понимаете, вот в тексте там, например, модели с attention, они и так как бы визуализируются через attention, поэтому… Ну, да, ну, как бы… В общем, это другой вопрос. Если можно, то потом. А можете немного про вот капсулы рассказать? То есть, в чем… Это отличный вопрос, но мне кажется, он выходит за рамки доклада. Я никаким образом не претендую на то, что я там… Ну, я читал статью и даже как бы код какой-то там запускал, но это… Ну, я не претендую, но я точно не готов сейчас прям четенько на все рассказать, ни более слайдов нет. Но может быть за… Ну, после доклада. У меня вопрос насчет того, вот в конце мы получаем вот маску, да, вы нажили, посмотрели, что получается. Вот какие мы можем выводы сделать? То есть, ну, понятно, да, вы говорили, что сам просто вывод, это вот оно обучается на других вещах, нужно как-то добавить датасет, как его изменить. А вот какие еще, может быть, выводы сделать? Ну, как бы два вывода обычно. Либо все хорошо, то есть, если эти маски похожи на то, что как бы куда человек смотрит, ну, то значит, все более-менее нормально. Ну, здесь я бы, конечно, переживал за то, что как бы полностью игнорируется низ собаки, да? Но если это работает… То есть, вот видите, датасет такой, что собаку можно там консультировать по морде. То есть… Но это… Дальше вы просто думаете, что с этим делать. То есть, если вас все устраивает визуально, то окей. Если вы видите, что на самом деле оно смотрит на бэкграунд, то, наверное, у вас какая-то проблема может быть либо в датасете, либо в чем-то еще. Как-то так. То есть, выход только может в основном датасет, только входными данными, допустим? Ну, большинство проблем… А в кейтуре сети почти никогда не меняют? Не, ну, смотрите, то есть… Я опираюсь на то, что плюс-минус все архитектуры, они конвуляционные плюс-минус одинаковые, да? То есть, нету каких-то сейчас радикальных каких-то отходов. То есть, там есть разные там слои, там то да сё, там residual, то да сё, но это все плюс-минус одно и то же. Поэтому, ну, как бы… То есть, конечно же, то есть, ну, вот вывод про то, что фичи, ну, как бы, то есть, инвариантных, то есть, инвариантных расположений фич, этот вывод как бы понятен, но он как бы вы с ним ничего не сделаете, ну, кроме как дождетесь, пока там Хинтон научится быстро что-то обучать или что-то такое. Ну, то есть, пока что это как бы… Мы работаем с тем, что есть. Можно, конечно, как бы… Ну, есть, я знаю, есть результаты, которые пытаются добавить локальность, как бы, в сеть, ну, чтобы избежать таких случаев. Но это все, как бы, сейчас довольно-таки свежие работы. Спасибо. Еще есть какое-то питание? Доброе. Дякуймо Дмитру. Спасибо. 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 Спасибо.